Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если тебе понравилась серия про Лего Змею. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч, и мы вновь, ребята, играем с вами в Лего, где я сегодня буду отбивать Лего Сити от огромных змей. Что ж, я думаю, что вы прекрасно все видели серию, где большая черная мама гонялась за машинами по Лего Сити и, собственно, пожирала людей. А после этого она исчезла в неизвестном направлении и очень-очень много времени не было никаких вестей о том, где этот монстр. Но тут неожиданно на Лего Сити вдруг стали нападать змей. И стало сразу ясно, что черная мамба просто эволюционировала и дала свое потомство. Кстати, вот она теперь здесь, она ждет своего часа, чтобы напасть на город и съесть как можно больше людей. И, кстати, она стала довольно-таки прочная. Теперь у нее кожа из металла, то есть ее будет довольно-таки сложно остановить. Но, тем не менее, это не самая главная проблема. Самая главная проблема в том, что у нее теперь есть потомство, и эти маленькие змейки, по сравнению с черной мамбой, они, конечно, поменьше, они будут нападать на Лего Сити и, в принципе, уничтожать его. Что из этого получится, я прямо сейчас вам покажу, на что способны эти монстры. Мы сегодня, ребята, в этой серии с помощью самых разнообразных Лего построек будем стараться дать отпор этим монстрам, чтобы они, конечно же, не заполомили Лего Сити и не съели всех людей. На самом деле, даже не знаю, как наносить урон этой змеей. Она довольно-таки маленькая, кажется, по отношению к черной мамбе, но, тем не менее, это тоже довольно-таки серьезный противник. Вы посмотрите, она немножко только задела своим хвостом и уже минус машина. Я еще поставил такой специальный бронированный грузовичок, который в действительности как бы должен защищать вот именно от таких вот всяких ударов. Но, тем не менее, ничем это не помогает, потому что змея в действительности очень маленькая. Вы посмотрите только, вы посмотрите, что она делает. Вы посмотрите, как она извивается. Это очень страшно, это очень опасно. На самом деле, это была небольшая приманка. Приманка для того, чтобы змея какое-то время здесь провела. Для того, чтобы защитники смогли нанести ответный удар. И поэтому, я думаю, что защитники именно этим сейчас и займутся. Так, я, пожалуй, буду стрелять сначала из вот этой пушки. Вот такая вот здоровенная пушка, ребята, у нас есть. Не знаю, похоже на какую-то футуристичную прям такую бабаху для того, чтобы сбивать звездные какие-то десанты, не знаю. Блин, на самом деле прицела у нее нету, поэтому придется наводиться вот примерно вот с этого ракурса. И, кстати, я сделал замедлялочку, поэтому давайте сразу включим. Что ж, змея, твое время настало. Ой, хорошо залетела, хорошо залетела на самом деле. Так, давай-ка немножко побыстрее. Бум, не попали. Вот это поворот. Слушай, а змея довольно-таки прочная, как бы там ни было. И, кстати, я забыл, похоже, с нее снять бессмертие, дабы она нормально могла наносить свои повреждения. Хорошо, хорошо, все, змея готова. Змея готова. И мы проверяем нашу пушку, насколько она мощная. Попали в змею. Прямое попадание было. Так, хорошо. Я так понимаю, что мы змею пополам сломали. Ты посмотри, мы сломали змею пополам в двух местах. То есть, маленькие ушики эти, они не представляют собой большой опасности. А на самом деле, они просто какие-то такие, знаешь, жалкое подобие того, что может действительно случиться с Лего Сити через несколько лет, когда эти маленькие ушики превратятся в большую змею. Что ж, я думаю, для профилактики давай попробуем еще и в черную мамбу стрельнуть, посмотреть, что из этого получится. Правда, если я в нее попаду. Нет, он не попадает. На самом деле, как-то удивительно летят снаряды. Чуть и выше, да ладно. Так, хорошо. Вот это точно попадание должно быть в змею. Прямо, прямо в голову. На самом деле, это выстрел на миллион, просто на миллион. Ты посмотри. Господи. Вот это змея, вот это я понимаю. Вот это она, короче, дает. И, кстати, черная мамба эволюционировала, я же говорил, и у нее теперь появилось орудие, ребята. То есть, с помощью своего орудия она теперь может жалить, она может уничтожать. Просто уничтожать абсолютно всех. Вы только посмотрите, как она эпично смотрится. Какая она эпичная. Господи, вот это я понимаю. Так, мой мехвод просто разбился, я понял. Надо было включать бессмертие. Вот, вот минус Берклиса в том, что постоянно мехвод умирает. В общем-то, черная мамба теперь мстит за свое потомство. Она просто залетает в город. Вы посмотрите. Вы только посмотрите на это. Неплохо. Что ж, я думаю, что теперь настало время артиллерии. Посмотрим, что из этого всего получится. Попадаем прямо... Прямо в корпус попадаем. Смотри, она стала меньше. Черная мамба стала меньше. Ты посмотри. И все, что ли? Серьезно? А, или я в чем? Нет, я не в мамбе. То есть она скинула, смотри. Она скинула себе небольшую часть своего корпуса. Но, тем не менее, она нападает. Она нападает, ребятки. И, кстати, я хочу сказать, что она довольно-таки живучая. То есть, чтобы убить эту мамбу, нужно постараться на самом деле. А вот зато разрушить артиллерию она может вполне. Без каких-либо проблем. Неплохо. Так, слушай. Так, хорошо. Надо стрелять в тягач. Если не будет тягача, то, в принципе, пушка бесполезна. Вот так вот. Все. Просто что она делает? Она просто сожрала. Ты посмотри. Она просто сожрала главный грузовичок и ползет дальше. Правда, против огня, конечно же, ее ничто не спасет. Я понял. Я понял. Так. Кстати, у этой черной мамбы есть довольно-таки интересное свойство. Она может быстро регенерироваться и отращивать себе отстрелянную конечность. Что уже очень интересно. Так, ладно. Давай попробуем другую артиллерию. Много чего у нас уже сломано. Но, тем не менее, у нас есть еще вот такой вот артиллерийский, не знаю, запалм, если можно его так назвать. Ты посмотри только, как красиво это. Главное попасть. О, да! Вот это я понимаю оружие. Оружие для уничтожения черной мамбы. Ты посмотри, как эпично. Вот это хорошая штука. Ты посмотри. Просто на сразу же порядке в Лего Сити нужно ставить именно вот такие вещи. И просто минус змея. Просто минус змея, ребятки. Просто. Вот она просто разрывает. Она разрывает задницу этой змеи. Ха-ха-ха-ха. Да. Мне кажется, что если черной маме отстрелить голову, то эта змея уже все. Она как бы потеряна. Господи, это все, что осталось от грузовичка? Серьезно? Давайте мы его удалим, чтобы он нам не мешал. Так. И это я, пожалуй, тоже удалю. Это маленькая змейка, но она неинтересная. Намного интересней получается уничтожать Лего Сити на здоровой змее. Давай попробуем со зданием что-нибудь сделать. Получится это или нет? Артиллерия, конечно, злая. Но, возможно, змея сможет сломать здание. Давайте попробуем. Так, она сюда не залазит. Блин, она сюда не залазит. Я думал, что если получится залезть, то, возможно, получится обвить это здание телом змеи. Ну, все не так просто. Слушай, эта змея, на самом деле, довольно-таки жесткая. Она очень опасная, я серьезно говорю. Хорошо. Урон проходит. Все, змея взорвала. Змея взорвала. Выходит дом, на котором стояла артиллерия. Хорошо. Это что такое? А, это артиллерия улетела наша. Хорошо. Так, у нас на вооружении есть еще баги. Наш старый добрый баги, который, в принципе, довольно-таки неплохо показал себя в атаке титанов. Теперь настало время уничтожить змею, если, конечно, у него это получится. Баги справляется тоже на ура. То есть, для того, чтобы уничтожить данную змею, не нужно ничего придумывать. Нужны ракеты, ребята. Большое количество ракет. И тогда от змеи ничего не останется. Вы только посмотрите, как хорошо баги разносят просто змею. Да ладно. Это прям... Это оружие мечты, я серьезно говорю. Этот баги, он, наверное, не знаю, спасал Лего Сити уже не раз. За счет своих хороших динамики и вооружения. Просто посмотри, что он делает. Он просто уничтожает. Он уничтожает змею. Обалдеть. Змея погасла. Смотри, у нее погасли глаза. Змея умерла. Вот это поворот. Но она так же, как и умерла, она так же может и возродиться. Почему бы и нет? Так, хорошо. Где-то там был баги, да? Давай попробуем уничтожить баги. Это такая, знаешь, серия проверка. Я думаю, что, в принципе, на этой черной мамбе, вот на этой новой змее, мы сделаем новую погоню. Потому что здесь появилась пушка, и это будет интересно. Возможно, даже будет что-то типа черная мамба против танков. Почему бы и нет? Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. И жри его. На самом деле, что-то баги прям сломать очень сложно. И змея не ходит по вот этим постройкам. Это на самом деле что-то не то. Я как-то себе по-другому это немножко представлял. Но, тем не менее, конечно же, змея без каких-либо проблем может уничтожить. Просто взять и уничтожить, получается, данные баги. Что ж, вот такая вот змея, вот такая здоровая мама. Давайте посмотрим, насколько она быстрая. Вы только посмотрите. Обалдеть! 100 километров в час! 100 километров в час, ребята! Вот это я понимаю, змея! Это, наверное, самое страшное, что могло случиться в Лего Сити. Особенно для тех, кто боится змей. Она очень страшная. Она очень большая. И она очень быстрая, ребятки. Просто обалдеть. Так, давай поставим вот так вот пушку. Так, все, на максимальную скорость. На максимальную скорость. Просто уничтожаем. Уничтожаем обидчика. Уничтожаем пушку. Ты посмотри, как эпично смотрится это. Это прям блокбастер. Вот так вот. Просто что она творит? Ты посмотри. Правда, она не попадает почему-то в пушку. Хотя, вроде нацелена прямо на нее. Сломай ее. Крути, крути ее, крути. Вот это неплохо. Кстати, она стреляет сквозь себя. Я понял. Блин, ну это жестко. Это очень интересно. Это очень жестко. И тем не менее, данная змея реально может, может уничтожить абсолютно все. Что ж, ребята, если вам понравилась новая змея, как она выглядит, вот такая вот хромированная, защищенная, железная сосиска, так скажем, с пушкой где-то в глотке, то обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии, хотели бы увидеть серию с этой змеей еще. И, в принципе, я обязательно для вас сниму с Энтони ролик еще о какие-нибудь интересные погони. В общем-то, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, а также не забывайте подписываться на Дискорд, где можете со мной пообщаться. Все ссылочки есть в описании под видео. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч.